Всем привет из солнечной Греции! С вами Юля, вы находитесь на канале о вышивке крестом. Сегодня мы с вами поговорим о моих планах на июль месяц. А в июле месяце я решила устроить авантюру, устроить месяц стартов. Я когда-то проводила такую затею, еще в 2017 году. И, конечно, это немножко сложно, но в то же время это очень интересно. Долго я не решалась устроить для себя месяц старта. Знаете почему? Потому что, конечно же, очень много процессов. А с другой стороны, появилось много интересных наборов, новых производителей, которые я не пробовала. Много всего интересного. И я устраиваю месяц стартов именно для того, чтобы просто попробовать что-то новое. И не ждать 10 лет, пока я вышли все свои начатые процессы. Поэтому я хочу просто попробовать, посмотреть, что мне понравится. А то, что мне понравится больше всего. Но, знаете, бывает какой-то процесс, начинаешь, думаешь, вот сейчас я его как вышью, прям вот быстренько. И понимаешь, что что-то вот не идет. Вот он не идет и все. Нет никаких объяснений, просто процесс, вот не его время. Бывает, начнешь какой-то процесс, а он так хорошо идет, раз и вышелся. Вот, очень сложно предугадать, предсказать, какой именно процесс будет у нас идти хорошо, быстро и легко. Иногда процессу нужно отлежаться, чтобы снова вернуться в строй и быстро вышиться. Бывает и такое. Поэтому вот именно с этой целью я решила устроить месяц стартов. Я себе тут заготовила прям много наборов, но я не знаю, что я на самом деле смогу начать. Да, месяц июль у меня посвободней от работы, но все равно я работаю, никто работу не отменял. Поэтому, конечно, немножко будет сложновато. Это не так, как отпуск, и можно и вышивать, и снимать, и много всего делать. Хотя в отпуске хочется больше заниматься какими-то другими делами, гулять, отдыхать и просто читать книжки. Их тоже нужно читать периодически. Кстати, в последнее время было много работы, ни в фильмах документальных не смотрела, ничего не смотрела. Одну книжку по работе читаю, читаю, никак не могу дочитать. Такие вот у меня здесь новости. И к моей безумной идее присоединяется Ольга с канала Олала Крустич. У нее очень большая, прекрасная коллекция наборов. Уже снято 8 серий и продолжаются. Если вы еще не знакомы с Ольгой, я оставлю ссылку в инфобоксе. Она тоже будет делать месяц стартов. У нее своя будет там логика. И будет, наверное, раз в неделю выкладывать видео, так как и я. Я сегодня сниму, покажу с какими наборами я стартую. Потихоньку в течение недели буду их вышивать. А в следующую субботу опять же сделаю включение. И в воскресенье, скорее всего, вы увидите уже, что у меня происходило за неделю. Поэтому у меня будут выходить видео раз в неделю. Ну, примерно так. Раньше, я думаю, не получится у меня. Ну, и надо что-то успеть вышить, не просто открыть набор и показать вам содержимое. Итак, начинаем смотреть мои наборы. Что я здесь себе приготовила. Как они у меня здесь в коробке, так я буду вам их показывать. Во-первых, я здесь себе отложила вот такой набор. Это у нас Фредерик Литератор Дименшенс. Обычная серия. Ничего, в общем-то, ну, как бы такого нового. Но хочу его начать вышивать, потому что это был подарок. Мне его подарила Ольга еще в начале, когда мы начинали снимать видео на YouTube. И я как-то не сподобилась с этим набором. Поэтому мне немножко стыдно, что я его еще не вышила. И вот спустя столько времени уже поставила в план и буду его начинать. Дальше два набора, которые жду я и мои зрители ждут очень долго. И муж ждет, тоже спрашивает, ну, когда ты уже дошьешь свои круги? Давай их оформим. Вот, чтобы оформиться, нужно сначала их дошить. Это панна земля и панна вода. Великолепнейшие дизайны. Размер работы здесь 32,5 на 32,5 сантиметров. Здесь 27 цветов. Здесь у нас 36 цветов побольше в воде. Вот, с каким первым буду стартовать, пока не знаю. Но точно оба они обязательно начнутся. Потому что мне их просто уже надо вышить. Надо. Я хочу эту серию видеть оформленной. В рамах красивой, с кругом паспарту шикарным. Надеюсь, надеюсь. Так, дальше. Вот такая птица от панны, живая картина. Данный набор у меня стоял в планах на этот год. Ну, как и круги от панны, это тоже из планов на этот год. Поэтому какие-то процессы, какие-то наборы из планов на этот год, они все-таки попадут в месяц стартов. Я тоже смогу выполнить свой план. Хотя я его отменила, но я думаю, что большую часть все-таки плана на этот год я смогу выполнить. Это у нас техника гладь. Я давно говорила, что хочу попробовать что-то гладью. Уже нужно взять и просто вышить. Здесь немного вышивать. Поэтому обязательно будет вышиваться у меня свиристель. Вот такой вот наборчик размера работы 17 на 11,5. Дальше. Дальше. Буцила. Буцила прекрасная индианка. Ну, тоже не знаю, смогу ли я ее начать. Здесь нужно разбирать нитки. У меня нет опыта с разбором ниток. Но надо же когда-то начинать. Хочется попробовать. Буду надеяться, что смогу разобраться, смогу стартануть и что-то здесь повышивать. В общем, я ее себе... Она и в планах на этот год у меня стояла. И я ее, в общем-то, решила, ну, хотя бы попробовать начать этот набор. Никогда не вышивала оригинальную Буциллу. Оригинальную Буциллу. Так, дальше. Идем дальше. Опять же, то, что было в планах на этот год и в совместном проекте. Это у нас Рога Блен. Это у нас Рога Блен. Вышивка на гобелиновой сетке. И яркие нитки. Вот такие шикарные. Размер работы 15 на 20 сантиметров. 26 цветов. Я никогда не вышивала еще на гобелиновой сетке. Поэтому вот мне хочется начать, ну, хоть попробовать, как мне понравится, не понравится. Все уже на ютубе навышивались. И я еще ни одного стежочка не сделала. Поэтому вот стартовать буду. Вот видите, у меня все такие наборы, которые нужно... Нужно, нужно пробовать. Так, еще у меня вот такой набор. Это паутинка. Тоже в планах на этот год у меня стоял. Решил оставить на месяц стартов. Посмотрим, как пойдет. Может быть, смогу начать этот дизайн. Попробую, как будет идти вышивка. Вот здесь бисер все есть. Спас нерукотворный. Бисерный набор. Будем разбавлять крестик. Не только крестик, но еще и бисер. И еще у меня есть из бисера. Ну, это прямо у меня давняя-давняя мечта. Она же должна все-таки осуществиться. Нужно вышить вот эту красавицу. Здесь и бисер, и крупные бусины, и золотая нить. Ой, чего только нет. Я вот давно о ней мечтаю, и все никак. Нужно начать, и буду уже себя потом подгонять. Чаривно мыть. Янтарный день. Вот такая вот красавица. Так. Бисер, гладь. У меня, видите, сколько всего. Так, поехали дальше. Новенькое, что-то новенькое. Снимала свои запасы. И подержала в руках этот набор. Подержала в руках этот набор. И поняла, что надо мне его начать. Потому что я его так хотела. Я так о нем мечтала. Я и пыталась его вышивать. И потом он у меня отложился. Надо обязательно его начать. И посмотрим. Вдруг он у меня вышится. Вот такой вот наборчик. Вот фирма Анкор. Называется у нас... Восточная что-то полка, по-моему. Не помню, как он точно называется. Такое здесь содержимое. Вот так вот смотрится. Вот. Дальше. Что еще? Что еще? Вот такой у меня пакет. Тоже из планов на этот год. Я думаю, вы догадались, что это. Это... Это комплект номеробилию. MD8. Мечтательница. Здесь прекрасная основа. Видите, ниточки и бисер все есть. Украшения здесь мало. Только бисера. И вот чуть-чуть. Схема оригинальной у меня нет. Но у меня и скачанная схема. И я решила, нужно начать. Нужно начать сделать первые крестики. Потом потихоньку будет она у меня вышиваться. Иначе вот так вот она в пакете будет лежать. И я не знаю, когда дойдут руки до этого набора. Вставлю где-то фотографию, как выглядит MD8. Мечтательница. Здесь у меня отрез ткани. 50 на 80. Лен 32 каунта. Представляете, какая она будет огромная? 50 на 80. Такой будет отрез огромный. Но надо начинать. Вот. Дальше. Как же без Dimensions? Без Dimensions никак. Ура! Ура! Аврора! Северное сияние. Тут у меня прям такая была история. Ну как же я Dimensions что ли не начну? Нужно один Dimensions из Gold коллекции обязательно начать. И я вытащила из коробки несколько наборов. Так разложила. Ой, я думаю, все бы начала. Прям вот сердце у меня остановилось. Дыхание замерло. И говорю, мужу, муж, выбери набор. Причем он посмотрел, посмотрел. Там и девушки, и пейзажи тоже были разные. И мне говорят, вот эту. И я поняла, что я тоже ее хотела. Но как бы сомневалась, может девчонку начать, может быть душу розы начать. И у меня такие были сомнения. Он посмотрел, вот эту, мне нравится. Мне тоже нравится. Видите, про розки. Не зря здесь про розки. Это потому что уже пора начинать. Давняя мечта. Одна из первых. Один из первых купленных наборов. Аврора Кабин. Начну. Ура. Я прям так, ой, наборчик мой. Дальше. Дальше. Решила я начать что-то из этой серии. Из этой пары. Два, наверное, не начну. Нет смысла. Вот один обязательно нужно начать. Я, кстати, недавно их открывала. Смотрела схему. Схема здесь простая. Вышиваться будет очень легко. Нужно попробовать. Что да как. Ниточки здесь хорошие. Ну и на каждый набор, когда буду стартовать, буду вам делать обзор. Конечно же. Мы сейчас смотрим вообще, что я собрала в свою корзину. А дальше уже буду смотреть. Если я буду успевать, я буду больше начинать. Если я буду видеть, что у меня какие-то дела, работы больше и не получается, то я тогда, может быть, не все буду начинать. Поэтому я вам показываю все. Дальше как пойдет. Так, так, так. Так, так, так. Что еще? Еще вот, тоже недавно показывала, когда был у нас эфир у Оксаны Дерезы, что я хочу попробовать сэмплер. У меня там еще один сэмплер есть, но я пока к нему не готова. А вот здесь у меня уже точно все есть. Ткань есть, нитки есть. Ну схема вот она. Поэтому нужно пробовать начинать. Мне здесь так нравятся эти цветочки. Прям вот украинский дизайн. Все вот эти вот, как рушник украинский. Попробую, а вдруг мне понравится. Вдруг я тоже полюблю сэмплеры и встану в ваши ряды. Кто любит сэмплеры. Дальше. Вот такой вот еще нежданчик. Давно я, давно, в каком-то из заказов я покупала стоник, крик. Делала какую-то покупку. И попалась мне эта схемка. Я люблю птичек, цветочки. Все вот такое вот легкое. Попалась мне эта схемочка. И я ее прикупила. И вот сейчас подвернулся такой случай. Попробовать начать. Ну вы знаете, это такая схемочка обманчивая. Что кажется маленький такой дизайн. Я посмотрела. Вот тут птички. Такой вот был пол. Маленькая картинка. Возьму и выищу. Ничего себе маленькая картинка. Знаете, посчитала по ключу 72 цвета ниток ДМС. Плюс ниточка ручного крошения. Она у меня здесь есть купленная. Плюс еще шармики здесь нужны. Ужас какой. Прям многоцветка. Ну хорошо, что здесь нет прям одиночек. Выпала ниточка. Она значит в коробке осталась. Хорошо, что здесь нет одиночек. Я посмотрела схему. Здесь они идут грубками. Посмотрим, как это будет вышиваться. Хочу попробовать. Поэтому вот тоже будет такой вот у меня старт. Дальше. А дальше у меня идет анонс моих покупок. Я тут недавно у нас в магазине. В одном из наших магазинов. Они распродавали наборы фирмы Ланарте. Потому что здесь не модно вышивать в счетной технике. Здесь вышивают по нанесенному рисунку максимум. По страмину. Такие вот старые какие-то такие разработки грубые. И они, видно, закупились с Ланарте. И они у них лежали-лежали. Никто не покупал. И сделали скидку. Я увидела эту скидку. И все, что у них было, я все забрала. Я жду еще вторую посылку. И как только она придет, я сделаю видео о моих покупках. Но первая пришла. Я вам уже показываю, что я выбрала из моего мешка с Ланарте. Во-первых, Сарамон. Я купила две Сарамон. Но начну с этой. Здесь у нас вышивка на льне. Размер 20 на 30 сантиметров. Очень красивая девушка. Лен тут такой нежный, тоненький. Но я вам потом сделаю обзор. Конечно, вы посмотрите. Красивая, красивая девушка. Хочу ее повышивать. Поэтому у меня будет вот такой еще наборчик. Что еще тут у нас осталось? И в завершение. Тоже из покупок. Я вас, наверное, удивлю. Сама себя удивила. Был у них вот такой набор еще. Это ростомер. Ну, мне в принципе не надо. Но я решила взять, чтобы он там одинешник не оставался уже. Раз я все забирала. Сначала думала, ну, может быть, подарю, продам. Не знаю, поменяюсь. Чего-то сделала. Потом посмотрела и подумала. Здесь такая картиночка красивая. И решила, а вышь ее на примету. А вдруг случится чудо. Иногда же случаются чудеса. Возьму и вышь ее. Тут такой сюжет красивый. Значит, здесь у нас и мальчики, и девочки. И с разными животными. Тут и овечки, и с собачками, и с мишками. И с коровками. Очень красивые. И знаете, когда шла ко мне посылка, я думала, что здесь Аида. И думала, ну вот, заменить бы, конечно, на равномерку. Ну, где ж накупишься столько. Думаю, буду вышивать на Аиде. Когда пришел набор, ба-бам. А у нас здесь равномерка. Очень много ниток. Плотный большой набор. Это у нас серия Ланарты. Дизайнер Мария Ван Шаренбург. Надеюсь, правильно прочитала. Это эксклюзив от Марии был для Ланарты. Вот такой наборчик. И написано здесь, и я, и мои друзья. Вот. Такая красота. В общем, буду вышивать. Если чудо не случится, вам всегда можно кому-то что-то подарить. Правильно? Правильно. Вот. Все. Все наборы посмотрели. Это то, что я буду начинать в июле месяце. Может быть, что-то будет меняться. Я опять же повторюсь. А сейчас мы поменяем ракурс. И начнем уже смотреть те первые наборы, которые я буду вышивать на этой неделе. Итак, я поменяла ракурс камеры. И сейчас мы посмотрим те первые наборы, с которыми я буду стартовать на этой неделе. Выбрала пока три. Я думаю, мне достаточно для первой недели три набора. Во-первых, я хочу начать набор фирмы Анкор Майя коллекция. Восточную полку. Я думаю, что это будет справедливо. Так как он очень долго меня ждет. И я пыталась его вышивать подбором. И долгие были поиски этого набора. Поэтому я думаю, что справедливо будет, чтобы он попал именно в первую неделю. Также панна вода. Вот вытащилась у меня вода. Пусть будет вода. Он мне подходит по СПМ. Вральский сад. Здесь есть лотосы. Поэтому я думаю, что включу его и в СПМ повышиваю. Ой, мне даже не верится, что наконец-то я добралась к этому наборчику. Сейчас мы все откроем, посмотрим. И да, я решила также начать вот с этого набора. От Марии Ван Шаренбург. Набор от Ланарта Ростомер. Вот, сейчас мы откроем эти наборчики и посмотрим их тележима. Я сделаю подготовку и сразу же приступим. Итак, начнем с набора от фирмы Анкор Майя. Смотрим. У нас, во-первых, здесь ниточки в мотовочках. Ниточки Анкор. Здесь у нас 5 мотовочков. Дополнительные цвета. Вот так. Картинка. Ниточки. Так, отвлеклась немножко я на телефон. Продолжаем осмотр. Осмотр ансор набора. Так, здесь у нас имеется вот такой конвертик. С нитковдевателем и иглой, как вкладывает Анкор. Здесь у нас вот такой кусочек основы. Внутри картоночка для плотности. Хорошая картонка для пинкейпов нам пригодится. И вот такой кусочек. Здесь у нас Аида 18 каунта. Такого молочного цвета. Достаточно большой отрез. Большой. Работа будет 25 на 25 сантиметров. Что здесь? Какой-то пушок. Вот такой отрез основы. И давайте на него выложим наши ниточки. Как они будут здесь смотреться. Здесь две планшетки. Один пучок привязан резиночкой, а второй просто узелком. Так, ниточки, конечно, очень красивые. Нарезка хорошая. Не знаю, сколько здесь мантиметров. Ну, вот там, видите, мне кажется, 90 должна быть на вскидку. Планшетки от фирмы Анкор я не люблю, потому что здесь идут ниточки в два рядах. Вот две, два ряда проколотых дырочек. И также, соответственно, идут здесь номерочки прописаны. Очень сложно путаешься вот с этими номерками, с этими обозначениями. Нужно сразу все это перевешивать, иначе можно запутаться. И вот такая вот палитра. Здесь есть даже золотая ниточка металлизированная. Очень интересно. Видите, такие красивые цвета здесь. Ниточек много. Сейчас мы посмотрим схемку. Поизучаем, что у нас здесь. Ну, здесь у нас вот такая инструкция. Показано, как нужно вышивать. Крестики, полукрестики. Как вышиваются три четвертые креста. Здесь показано. Видите. Здесь вот крестик вышивается у них в обратную сторону. Я по-другому зашиваю мои полукрестики. Хорошо. Так, смотрим схемку. Это самая интересная схемка. Как она у нас здесь будет устроена. Так, у нас есть, получается, схема без бэкстича. Сама чистая схема. И есть схема с бэкстичем. Схема четкая, понятная, крупная. Очень хорошая бумага. Все классно. Просто шикарно. Так. Ну да, как я и подозревала. Здесь целая куча три четвертых кристаллов. Да. Непростой. Непростой дизайн. Здесь единственный простой участок. Это вот этот катер. Все остальное там уже держись. Поэтому, скорее всего, нужно будет менять на равномерку, если я найду такой же кусочек. Если я не найду, что делать. Придется тыкать. Но надо поискать. Будем искать отрез линды, скорее всего. Может быть, мурана у меня там есть. Так. Ключ. Где же ключ? Я хотела на ключ посмотреть. Ключ. Вот он у нас ключ. Что у нас здесь? Крест в две нити. Полу крест есть. Так. Про три четвертых кристаллов вы где рассказываете? Здесь у нас по бэксичу. А где про три четвертые креста? Не рассказываете? Нет. Не рассказываю про три четвертые креста. Нужно будет самостоятельно понимать уже по схеме. Здесь просто показано, что крестом в две нити вышивается и есть полукрест в одну нить. Все правильно понимают. Вот так. Три четвертых кристаллов. Это уже нужно будет. Много три четвертых кристаллов. Смотрю, здесь верхняя часть схемы. Здесь прям... Конечно. Да, нужно будет менять на равномерку однозначно. Так я и думала. Поэтому сейчас нужно будет поискать кусочек основы. Все это организовать. Посмотреть, сколько здесь у нас цветов. Подобрать хорошую организацию сделать. Как я буду организовывать ниточки. Сколько здесь у нас цветов? Здесь 13. И всего 30 цветов. И не знаете, участвуют или нет. Так, 30 цветов. Ниточки у нас вот такие красивые. Так. Ну что, здесь, конечно, нужно искать равномерку. И будем приступать. Буду сегодня делать организацию, чтобы уже на неделе я смогла спокойно вышивать. Вот такой вот чудесный дизайн. Следующий набор. Здесь точно будет все попроще. Можно сразу с него начинать. Здесь не нужно делать какую-то особую организацию. Я уже знаю. Я вышивала. Тут все просто. Берешь нитку и просто вышиваешь эту нитку без всяких парковщиков. Итак, открываем. Обложка. Здесь у нас дизайнер Марина Хромова. Размер работы 32,5 на 32,5 сантиметра. 180 на 180 крестиков, 36 цветов. Оровень сложности троечка. Сложная работа. Пишут нам с обратной стороны. Мы видим, нам представляют тоже различные другие дизайны. Такая красота. Так. Давайте посмотрим, что у нас есть внутри. Внутри у нас Аида 14 каунта. Такого... Ну, она белая. Белая. Не белоснежная, белая, но белая. Основа есть игла. Нужно будет прогладить основу. Вот. И давайте посмотрим на нитки. Посмотрите, какие здесь шикарные нитки. Какая прекрасная палитра. Особенно вот этот цвет очень классный. Вот эти тоже с этой стороны цвета прекрасные. Палитра здесь, конечно, шикарная. Сколько цветов? Здесь 20. А, ну, мы же сказали 36 цветов. Да, чего считать? Не нужно мучиться. Прекрасный зеленый, малахитовый цвета. Здесь тоже у нас вот такой красный цвет. Да, палитра великолепная. Конечно, это цветоперапия. Палитра великолепная терапия. Так, сейчас я так смотрю, что у нас тут по схеме. Ну, схему я тоже уже знаю, как она выглядит. Здесь такая огромная, огромный лист. Их два таких огромных листа. Их нужно склеивать. Потому что они как раз ровно вот так вот по вертикали разделены. Я, если по горизонтали, еще ладно, но не по вертикали. Мне удобнее вышивать снизу вверх. Вот. Поэтому нужно будет склеить. Тоже ключ здесь такой огроменный. Ну, здесь не проблема, я его отрежу. И не проблема, куда парковать нитки. Потому что здесь все вышивается. Особо не нужен парковщик. Вот. И вторая тоже такая огроменная. Ну, я вышивала. Дизайнные легкие. Вышиваются очень интересно. Интересно. Легко, быстро. Результат потрясающий. Как у меня чешутся ручки. Скорей, скорее приступить. Здесь особо ничего не нужно. Я сейчас себе сделаю легкую такую размиточку точечками, маркером. И сразу приступлю. Здесь у нас все понятно. Вот такая вот красота. Как говорится, в добрый путь. И я думаю, всем тоже очень интересно будет заглянуть вот в этот набор. Вот такой он у нас здесь прям толстенький, упитанный. Давайте его откроем. Сегодня много шуршаний. Давайте посмотрим, как у нас здесь укомплектован набор. Планшетки с нитками. Да, сколько есть. Несколько планшеток с нитками прикреплены вот так пластиковым зажимом к основе. Очень красиво так делает Ланарта, чтобы они не съезжали. И давайте открепим и посмотрим основу. Здесь такая интересная равномерка. Надо будет почитать, посмотреть. Ниточки коротенькие. Вот они раз и все. Вот так. Давайте посмотрим, сколько у нас здесь планшеток. Он такой старенький. Боже мой, он такой старенький этот наборчик. Эти планшетки. Вот, посмотрите, она желтая-желтая. Эти верхняя, а внизу белая. Видите, в старости прям пожелтела бумага. Такой у меня древний набор раритетный какой-то достался. Вот сколько здесь ниточек планшеток. Здесь три, две полные. Ух, сколько цветов. Сейчас вам скажу. 43 цвета, пожалуйста. Подложить нужно ту белую основу. 43 цвета. Вот мы видим первая планшетка. Вот такая они перекинутые. Нужно с ними аккуратно. Здесь у нас бежевые, желтые. Так, так, так. Бежевые, желтые, зеленые. Такие телесные, коричневые. 20 цветов на одной планшетке. Дальше. На этой планшетке у нас синие оттенки, белый цвет. Такой вот персиковый телесный. Красный. Красивые цвета. И здесь дополнительно еще три желтеньких. Видите, какая была белая планшетка и стать желтым. Так, что тут у нас с основой? Давайте посмотрим, в каком она состоянии. Так, здесь иглой все вот так скреплено. Так, скользит. Сюда выкормится. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь с основой. У меня такое подозрение, что мне придется ее стирать, потому что она тоже запылилась. Так, а, ну у нас есть серединка. Да, точно. То, что у нас на лицевой стороне, может быть, выгорело, может быть, подпылилось. Не знаю, будет ли она на камеру или нет. Вот эта внутренняя сторона, там внешняя. Чуть-чуть она светлей. У меня свет плохой сейчас. Может быть и не видно. Так, 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 так. Ну, понятно, здесь узкий отрез, но очень длинный. Какой у нас размер должен получиться у ростомера? Сколько мы вырастим? Ой! Сколько мы должны вырасти? 23 на 123 сантиметра. Вот так. На 123 сантиметра мы должны вырасти. Вот так. Ну, нужно будет ее прогладить хотя бы. И зашивать бы с внутренней стороны, потому что то, что было внешне, она точно чуть-чуть припылилась. Но неважно. Потом все постирается в любом случае. И нужно будет сейчас обработать края. Поэтому у меня работы с этой основой много. Что за основа? Не скажу. Такая плотная, приятная. Давайте попробуем почитать, что у нас здесь за основа. Сейчас соберу все нитки, чтобы они у меня не убежали и не потерялись. Попробуем почитать, поискать, что нам пишут, что-нибудь про основу. Написано 100% картон. Что это значит? 100% картон. Аида 5-4. Не Аида это у нас. Что за основа? Не говорят. Так. Инструкция. Первый раз у меня вот такой вот набор. Эксклюзивный. На русском даже есть инструкция. Представляете? Даже есть на русском. Для получения наилучших результатов мы рекомендуем вначале прочитать внимательно всю инструкцию. Правильно. Мы рекомендуем обметать края ткани для предотвращения в охранление. Мы это сейчас делаем. Начинайте вышивать с стартовой отметки. Смотрите на стрелки, на диаграмме. Сложите ткань пополам, по длине и ширине. Таким образом вы найдете точный центр канвы. Понятно. Третье. Номера перечислены в столбце А. Соответствуют номерам на органайзере с нитками. В таблице показано, какой символ соответствует каждому спешку и как следует использовать мулине. Требуем количество одиночных нитей. Шаг 4. Не оставляйте длинных концов с изнанки. И, конечно, делайте узелков. Будет лучше, если вы будете чаще закреплять нить и начинать вновь. Ваша вышивка будет выглядеть значительно аккуратней, если никто не будет просвечиваться с изнанки. Шаг 5. Если после окончания вы хотите выстирать вашу работу, советуем выстирать ее вручную, используя немного стирального средства для шерсти. А, для шерсти при температуре 30 градусов. Вы можете слегка отжать вышивку с изнанки. Да, отжать вышивки с изнанки через хорошо впитывающую ткань. Да, то есть получается... Ага. Так. Тут у нас схема. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какая она огромная схема. Скажи, я буду ее все складывать. Вот такой вот лист огромный у нас получается. А три. Сколько здесь таких листов? Три. Три огромных листа схемы. Так. Вот здесь у нас такой ключ. Я надеюсь, вам видно. И вот у нас здесь и ключ. Просто огромная схема. Интересно. Ну, разберемся. Я, кстати, не показала вам не показала вам саму картинку, потому что вы это не видели, эту картинку. Вот, смотрите. Сейчас нужно немножко увеличивать. Как сделать. Вот так. Покажу. Смотрите, что у нас здесь. Какие красивые малыши. Вот, видите, увеличенные картинки. Очень симпатично. Да, все смотрится красиво. И вот здесь у нас начинается история. Вот так лучше будет. Начинается история. Здесь у нас девчушка с коровкой. И у нее молоко. Здесь мальчишка спит в объятиях овечки. Здесь у нас, опять же, девчушка с собачкой. Вот с собачкой ее и лежит. Здесь у нас мишка. И здесь малыш. Вот он спит, что ли. Говорит, что спим. Здесь, опять же, у нас вот девчонка с овечкой. Здесь малыш с зайкой. Здесь девчушка с котом вместе спят. И здесь вот такой вот хулиган, который свою еду сыпет вниз. В объятиях тоже с мишкой. Они сидят, мишка смотрит, куда это все сыпется. И наверху, вот тут, когда уже кто-то дорастет до 123 сантиметров, такой вот птенец с фотоаппаратом. Я сначала долго не могла понять, что это, кто присмотрела здесь вот фотоаппарат. Вот такой интересный сюжет у меня будет вышиваться. Вот здесь отшив, видите? Симпатично. Вот такая у меня здесь история. И что мне теперь предстоит? Предстоит мне сделать переорганизацию к двум процессам. Панна, там все понятно, с ним ничего делать не нужно. Бери вышивай. А здесь нужно обработать края. Конкорд нужно подобрать ткань. Поэтому я сейчас займусь подготовкой. Если все у меня получится, я завтра сделаю включение. Либо в течение недели постараюсь делать включение, показывать, как будет процесс, чтобы уже в субботу подвести итоги и в воскресенье, конечно, выложить это видео. Всем привет! Сегодня суббота, 10 июля. И сегодня я хочу подвести итоги первой недели моих стартов. У меня были некоторые проблемы с монтажом, с теми частями, которые я записала. Почему-то некоторые файлы были поврежденными. Мне пришлось с ними очень долго работать, их форматировать. А в чем работа заключается? Ну вот, опять Алиса. А поконкретнее? Так, скройся. Нормально же общение? Пришлось эти файлы мне форматировать, пришлось долго с ними работать. Я думала, что уже будет все потеряно. Но, к счастью, мне удалось восстановить. Качество некоторых частей потерялось. Но, по крайней мере, я их восстановила. Перезаписать их было невозможно, потому что там я вскрывала наборы. И поэтому время ушло уже все. Как бы ничего не перезапишешь. Ну, в общем, были такие моменты. Я думаю, что в итоге у меня все получится. Если какие-то части этого видео будут не очень качественные, вы уж меня простите. Итак, первым набором, за который я взялась на этой неделе, это панна вода. Он самый простой был, один из самых долгожданных. Поэтому я просто, знаете, схватилась за него прям сразу. И показываю, что у меня и как здесь теперь упаковано. Видите, вот в такой вот пакет на зип-замке. Здесь все-все у меня поместилось. И сразу вам видно, что у меня здесь навышивалось. Итак, скажу вам основу. Я здесь обработала края, как вы видите. Все здесь привела в порядок. Сделала для себя небольшую разметку. Вот, для того, чтобы видеть, ориентироваться. Потому что без разметки я плохо ориентируюсь. Я уже к ней настолько привыкла, что для меня без разметки вышивать на самом деле очень сложно. Я не делала здесь никаких парковщиков. Потому что в основном все ниточки у меня сразу дошивались. Не было каких-то таких участков. За исключением, может быть, одной нитки я ее вот сюда подвязала. Все остальное я сразу дошивала. Ниточки хорошие. Ниточки здесь у нас гамма. Нормальные нитки. Схему я склеила. Как вам и говорилось, что я ее склею. Вот она у меня склеена. Она огромная получилась, конечно. Не люблю вот такие суперогромные схемы. Их тяжело примагничивать к пяльцам, к основе, на чем ты вышиваешь. И вот пока еще не зачеркивала. Но буду зачеркивать. Потому что я тоже люблю, чтобы все почеркать. С разметкой. У меня вот, в общем, совершенно классический способ вышивки. По старинке я как привыкла вышивать, так уже, знаете, не могу себя переучить. Кто как привык. Я вот так вот зачеркиваю бумажную схему. У меня разметка. Вот. Ну, в данном случае я делала разметку только вот на этом участке, где вышивала. Сделала вам покрупнее, чтобы вы полюбовались, какие здесь яркие цвета, какие красивые крестики. Я когда стала вышивать, это такое наслаждение. Поняла, как я скучала, скучала, как соскучилась по этому дизайну. Какой он легкий, какой он интересный, вдохновляющий. И я с упоением его вышивала, мне не хотелось отрываться. Вот честно вам скажу, я было вышивала и вышивала. И я думаю, что как только мои старты все закончатся, я к нему вернусь и буду вышивать. На картинке, это у нас вот здесь внизу, видите, что-то здесь такое, песок. Ага, это у нас пляж. Пляж, песок, немножко волны, либо хвоста, но это хвост, наверное, хвост волна у этой красавицы. Видите, здесь вот она у нас девушка, вот так. И вот здесь у нее нога, переходящая в волны. Такая русалка, морская девица. Кораблик будет красивый. В общем, шикарный дизайн. Я считаю эти круги просто шикарными разработками. Очень-очень красивые. Молодцы, панна. И будет очень ярко. Ну, вы видите, вот по этому кусочку, по этому фрагменту, насколько будет работа ярче и интереснее. Вот по отношению к картинке. В общем, этим стартом я полностью довольна. Здесь у меня все оказалось просто, легко и в настроении. Хранится он также будет в пакете. Я, наверное, себе организую какую-то коробочку, где будут мои старты, чтобы я могла их отдельно сложить и потом к ним, в общем-то, и возвращаться, когда я буду вышивать. Вот, это у меня старт номер один. То, что у меня навышивалось. Итак, следующий старт. В следующем у меня стартанул вот такой вот набор. Здесь организация посложнее. Ну, просто потому, что здесь огромный просто отрез тканей. И чтобы просто обработать края, основы, обработать, просушить все это, погладить, нужно было много времени. И у меня закончился целый флакончик лака. Ну, у меня есть такие лаки для ногтей, которыми я уже не пользуюсь. Они уже как бы некачественные. И я их оставляю для обработки основы. Вот здесь у меня ушел полностью флакончик. Вот. Дальше я сделала себе расчет. Вот в середине обнаружила, где у меня самый край. И вот то, что у меня здесь навышивалось. Всего пару вечерков я позанималась. Конечно, для пару вечерков может быть и совсем маленький результат. Так, камера, давай, наводись. Показывайся, ну вот. Маленький, конечно, результат для двух вечеров. Но очень много времени у меня заняла организация. И плюс отчет. Я же сейчас формирую отчет по нашему СП. Поэтому времени еще меньше. Здесь у меня вышилась что? Рамочка. И начался вышиваться уже первый дизайн. Вот мы видим здесь очертания малыша. Девочки. Давайте посмотрим. Да, девочка будет первая. Вот. Которая с коробкой. И вот с этой буреночкой. Вот так я напомню, как у нас выглядит первый дизайн. Маленькая такая картиночка. Вот. Видите? И у меня уже есть первое начало. По этому процессу. Какие мои впечатления? Впечатления тоже самые-самые приятные. Самые положительные. Все вышивается очень легко. Нитки хорошие. Основа классная. Не хотелось тоже отрываться. Я прям вот так увлеклась. Но единственное, знаете, что... Ну, то, что основа здесь большая, это не страшно. Ее можно всегда как-то подвернуть, что-то придумать. Но схема здесь просто... Это такой гигантизм невероятный. Очень. Она огромная. Это формат, наверное, А... Не А3, даже А2. Я просто вот раскладывала ее. Там можно и укрыться полностью этой схемой. И она с двух сторон получается. И вот такая огромная. Я не знаю, как я буду вышивать. Я вышивала просто на кровати, потому что мне нужно было как-то разложиться. С одной стороны у меня... Рядом у меня была разложена схема огроменная. А тканью я практически укрывалась. Такой огромный дизайн. Ну, всему можно приловчиться, приспособиться. Единственное, что так как ключ тоже находится в этой схеме, его отрезать нельзя, потому что схема, как я сказала, с двух сторон. Мне пришлось соорудить на быструю руку себе органайзер для игл. Просто для того, чтобы видеть значки и номер этого значка, этой нитки на планшетке. Чтобы не крутить эту огромную схему, я сделала сразу вот и ключ. Видите, здесь уже у меня есть припаркованные три иглы. Я их не смогла дошить, потому что сложно ориентироваться по этой огромной схеме. Я решила не бегать. Я вот вышиваю вот наслоением. Что-то у меня уже здесь вышито. Хотелось мне завершить первый сюжет. Здесь уже, в принципе, немного-то оставалось. Можно было бы раз-раз и дошить. Но, как я сказала, отчет у меня формируется. Плюс много времени у меня ушло на организацию и подготовку. Ну, а в целом, конечно, мне здесь все очень нравится. Буду продолжать вышивать. Нет какого-то дискомфорта, что попробовала и пока я не готова вышивать. Нет. Мне понравилось. Здесь очень классная основа. Все здесь очень замечательно. И просто интересно его вышить, потому что такой старый набор, просто вообще очень редкий, его нужно мне вышить. Ну, а нитки я с ними ничего не делала. Они вот так вот у меня пока и закручены. Это все по этому процессу. И еще один, показываю вам. Так, и еще один процесс, над которым я работала. Ну, знаете, совсем немного поработала. Всего лишь один вечерок. Потому что у меня здесь была совершенно сложнейшая организация на самом деле. Анкора, особенно моя коллекция, как вы знаете, это не простые дизайны. Здесь много 3 четвертых креста идет по схеме. И мне нужно было заменить основу. Я перебрала много тканей в равномерах. Знаете, думала сначала взять линду. Ну, как я возьму линду? Здесь же 18 каунт. И нужно было брать что-то соответствующее. Искала, 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 искала. Нашла единственную основу, которая более-менее мне понравилась. И она более-менее близка по тонну к оригинальной основе. Чуть-чуть темнее, но тоже смотрится гармонично. Это Лугана 32 каунта. Или Мурана. Нет. Сейчас я найду бумажечку. Подождите, подождите. Я ее где-то сохранила. Потому что у меня были метания между Луганом и Мураном. Так, читаю. Лугана 32 каунта. Да, это все-таки Лугана 32 каунта. Плотненькая, эластичная. Вот видите, по оттенку вот так. Она потемней. Это больше такая солнечная. А здесь потемней. Но я думала оставить Аиду. Потом смотрела опять схему. Думаю, нет, нельзя оставлять Аиду. Я же здесь просто... Ну, будет не тот эффект. И будет сложно вышивать. Потому что много 3 четвертых креста. С другой стороны, конечно, когда посветлее картинка, она будет смотреться более... более светлой, более солнечной. У меня, может быть, чуть-чуть она будет поконтрастней. Но я приложила ниточки. И знаете, они хорошо, гармонично смотрятся. В принципе, и на этой основе. Такой природный тон. Ну, это лучшее, что я нашла в своих запасах. У меня есть линда вот такого цвета. Ну, это же 27 аккаунт. Совсем потеряется картинка. Не хотелось мне уходить от каунта далеко. Поэтому я пошла вот на такие, скажем, резкие и издержки. Ну, я хочу надеяться, что у меня все получится. Вот, кстати, у меня здесь процесс в процессе, так сказать. Потому что я вот вчера буквально тут что-то вышивала. Сейчас я вам все-все-все расскажу. Хочу показать вам планшетки, как смотрятся нитки на этой основе. Так, тоже нитки начинают путаться. Вот. Я думаю, что вот так вам видно. Видите, они, в принципе, очень хорошо все смотрятся. И вот эти кофейные, коричневые, яркие тона смотрятся хорошо. На светленькой ткани, конечно, они более подсвечены. Ну, вот. И на этой основе тоже все будет гармонично. Ну, вот, в общем, я пошла на такой риск. Приняла для себя решение, что, да, сделаю замену на эту основу. Потому что здесь очень-очень много 3 четвертых креста. Я сделала также копию схемы. Потому что, ну, подстраховаться вдруг что. Схему, конечно, я зачеркиваю. Вот тот участок, над которым я уже работаю. Так, взять булавочку. Вот. И хочу показать вам просто какой-нибудь маленький участок, чтобы вас попугать. Если будет видно, вот видите, сколько здесь 3 четвертых креста. Вот это вот все. Такие вот треугольнички. Это все здесь 3 четвертых креста. Очень много. Процесс. Ну, я и начала со сложного участка. Я начала именно вот с этой резной полки. Где, конечно же, очень много 3 четвертых креста. Скатерть вышивается просто. Очень просто. Дальше будет сложный участок вот здесь, в вазе. В этой вазе не такой сложный. Здесь сложный бэкстич. Но по 3 четвертым креста, по-моему, не очень много. Так, на вскидку я посмотрела. Ну, и, конечно же, в фоне. Вот самое основное. Вот этот фон. Здесь много всяких вот тоже таких нюансов. И я начала с сложного участка. Просто попробовать, как это будет, как будет вышиваться. Процесс медитативный. Здесь не разгонишься. Здесь нужно аккуратненько каждый значок все вышивать, отмечать. Потому что, как я вам и показала, здесь целая-целая куча 3 четвертых креста. И просто очень легко ошибиться, вышить что-то не тем цветом. Либо пропустить, а потом ради одного значка закрепляться. Либо распарывать 3 четвертых креста. Это еще то удовольствие, как вы понимаете. Ну, и вот то, что получается. Видите, какой оттеночек здесь. Имитация вот этого резного дерева. И сверху будет идти потом сложенный бэкстич. Вот где идут вот эти 3 четвертые креста. Заломать везде будет бэкстич, чтобы подчеркнуть резку на вот этой полке. Резку на мебели. В принципе, нормально идет процесс. Единственное, что здесь нужно вышивать именно медленно, не торопясь. Это не тот процесс, где можно сесть и наштамповать крестиков. Нужно расслабиться и с пониманием, что ты много не навышиваешь. Вот по чуть-чуть идти. Вот видите, у меня за один вечер сколько получилось. Больше никак не получилось. Пока я ткань выбрала. Пока я втянулась в схему. В общем, вот так. Но процесс, в принципе, мне нравится. Как идет, приятный. Будем теперь ждать следующего подхода. Нитки я пока не организовывала. Их нужно одевать, конечно же, на органайзере дубко. Потому что они уже начинают у меня убегать. Но пока я этого делать не буду. Не буду занимать мои аксессуары. Потому что я попробовала. Я стартанула. Я поняла, что здесь да как. И теперь, когда вернусь, тогда уже я точно знаю, что я, как я буду организовывать нитки. Схема у меня, копия есть. Ключ я уже себе подготовила. В общем, основную подготовку я уже сделала. И самое главное, поняла, что мне нужно здесь еще подготовить. Потому что каждый процесс, он как бы имеет какие-то свои тонкости, нюансы. Что-то свое. Вот, такие у меня новости. Вот так прошла моя первая неделя стартов. И у меня будет не июль месяц стартов, а будет летние старты. Потому что я так посмотрела на все, на все количество моих наборов. И поняла, что в один месяц я не уложусь. Потому что есть у нас рулетка, есть еще мой СП. И у меня, скорее всего, мои старты перейдут еще и на август. Поэтому они у меня будут называться летние старты. Я сделаю плейлист, соответственно, и каждую неделю буду добавлять туда. Еще на этой неделе у меня закончилась одна работа, завершилась. Вот это мой вервака лежит сейчас в рулончике. Но об этом будет отдельное видео. А на этом у меня все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok